И мы возвращаемся к Best of 3 противостоянию в сетке лозеров, OG против Team Astrona и Cell1 готовятся, борются за выход в следующий раунд, тот кто проигрывает уже соответственно вылетает из этого турнира, ну и пики уже в самом разгаре, с вами по-прежнему Retail, Force и давай зажигай, с анализом. Что зажигать? Ну, OG показали на предыдущей карте, что играют они намного лучше, вот, поэтому если OG ну прям слишком-слишком плохих героев не напикают, то в принципе я думаю, что они победят здесь 2-0, я так заочно просто скажу. Ну а пока, если более холоднокровно, скажем так, и абстрагироваться вообще от всего того, что мы видели на предыдущих картах, на групповой стадии, то видим Эмбера вторым пиком и как бы это не очень хорошо, почему? Потому что Эмбер очень много героев в миде закрывает и, собственно, Тобсон, как никто иной, должен это прекрасно знать, потому что тот же самый Monkey King очень хорошо против Эмбер Спирита стоит, Урса отлично против Эмбер Спирита стоит и куча-куча других разных героев. Инвокер, кстати говоря, которым сам Тобсон тоже хорошо играет. Ну, ты говорил то, что Тинни инвокер тоже закрывает, и вот контрольный вопрос. Ну, я уверен, что если Тобсон встанет на миде против какого-нибудь, я не знаю, Мидвана, который будет играть на Тинни, я боюсь, что у него игра так хорошо не пойдет, как на предыдущей карте. Я склонен предполагать то, что Муша просто плохо сыграл. Поэтому, а это, блин, довольно важно. То есть, если твой мидер закрывает вражеского, ты можешь в мидгейме очень серьезно доминировать. Да, там потом как бы может пойти все наперекосяк. Ты где-то допустишь ошибку, где-то по игре твоя команда там неправильно макро сыграет, где-то там на варде спалится, или смоук какой-то неудачный реализует, или наоборот на вражеском смоуке попадется, и в итоге мидер соперник, он как бы камбэкнет в игру. Такое часто бывает. Но когда ты даже не предлагаешь каких-либо усилий, чтобы создать этому игроку проблемы, то ему даже камбэкать никуда не надо. Он просто берет и разваливает всех. Вот. Так играть нельзя. Вот. И поэтому вот Бубоке нужно очень-очень хорошо сейчас подобрать персонажа, чтобы и Муша на нем сыграл, и, собственно, потом Муша был полезен на своем персонаже, а не так, как он там на тине, он там уже под конец игры где-то там уже, да, там высекал саппортов, но это было все, на что он способен на своем тине. В течение самой игры он делал очень-очень мало чего. Вот. И даже вот посмотри на ситуацию, как сейчас строится начало игры. Очень часто ставятся варды такие глубокие, да, когда команда, например, бежит в смоуке, ставится вард туда на хайграунд, рядом где с Т2 вышками, там есть такая горочка, да, специально для варда. Туда ставится вард. Почему? Потому что ты видишь перемещение. То есть если, например, какой-то лайфстиллер побежал на легкую линию, а потом понял, что ему надо свапнуться на сложную, и он побежал на сложную, но ты это видишь, и ты свапаешь своего Розора или Урсу, или кто там у тебя, как Кэрри против лайфстиллера, хороший, он бежит за ним следом. И это очень важно. Стадия лайнинга именно важна, что люди постоянно свапаются, они стараются как-то удачно линии поставить. Постоянно то Кэрри идет сложную, то наоборот, то какие-то там майндгеймс, люди бегают пешком от лайна к лайну, пропускают пачки крипов. Это же не просто все так делается. А делается это потому, что один герой закрывает другого, и ни в коем случае нельзя сделать так, чтобы этот герой стоял и проиграл слишком. Сильно свою линию. Поэтому это вот не шутки. Тут Манки Кинг появляется у OG, в итоге Эмбер Спирита закрыть становится труднее. Манки Кингом наверняка будет играть Тобсон, и АЛТВ будет играть на Эмбер Спирите, потому что Манки Кинг — это прям сигнатурка Тобсона, но Тейл продолжает пикать Тобсон у тех героев, на которых он любит играть. Многие, когда критиковали OG, говорили о том, что Тобсону пора начинать пересаживаться на классических мидеров. То есть уметь играть на ДК, на Деваврере, уметь играть на Лине, на каком-то там, я даже не знаю, кто там еще в миды с популярных ходит, там Темпларка какая-то. На всем вот этом надо учиться играть ему, потому что он умеет на инвокерах, круто на Манки Кинге умеет, прекрасно играет на каких-то других персонажах, которые являются его сигнатурными. А на остальных мидерах играет плохо, и это как бы мешает OG после победы на восьмом Интернешнале обратно как бы камбэкнуть в сезон и начинать побеждать. Но Тейл пока не опарится, скажем так, до Интернешнла еще далеко, и Тобсон у нас играет то на Манки Кинге, то на инвокерах. Вот, ничего пока такого. Настало время мне тоже что-нибудь сказать. Давай, да. Да, один раз в закуповую стадию брали Астеры, и это была плохая игра. Они там проиграли, они брали также связку из Тролля и Оракула, ну и проиграли, соответственно, по-моему, Фнатик, если я не ошибаюсь. Бэтрайдер, как правило, у них был саппортом, но здесь я уже не вижу, куда им приткнуться. Скорее всего, это будет третья позиция. Ну и выбор довольно интересный, потому что, ну, Бэтрайдера тройку разлюбили, насколько я понимаю, потому что предпочитают брать кого-то фармящего, кто может выйти в какой-то лейт-потенциал на этой третьей позиции, чтобы был какой-то запасной аэродром на будущее. Но здесь я думаю, что это уже однозначно персонаж для XXS, тоже на нем раньше я не раз видела его на бете. Думаю, что здесь тоже что-то интересное покажет. Это контроль через БКБ. Также у OG появляется контроль через иммунитет к магии в виде бистмастера, которого, на самом деле, в последнее время немного подзабыли на этом турнире конкретно. Ну, свои герои берут. Это опять же сигнатурка Себастьяна. Она всегда была его сигнатуркой, с тех пор, как он на третьей позиции играет. Тут Ликантропы забирают Астер. Тоже, видимо, решили просто сыграть привычными для себя героями. Вот XXS тоже на своем любимом бэтрайдере, как ты успел верно подметить, Сайлар на Ликантропе. Оракл здесь нужен просто для того, чтобы, ну, как бы Бэйна контрит. И, в принципе, он отчасти Эмберспирь. И на самом деле он и Манки Кинга контрит, потому что он первой своей способностью диспелит стаки Джингу Мастери, и Манки Кингу становится сложно. Но в пылу сражения это сделать трудно. Зато легко попасть там ультом Беста или ультимейтом Бэйна. Его можно задержать на месте. Контроль ООГ просто за глаза сейчас. Да, в отличие от предыдущих, карта ООГ действительно. Тут тебе и Финс Гриб, и Чейн Эмберспириты с низким кулдауном, и Стан МК, и ульт Бестмастер. И при этом, при этом, у них еще остается ласт пик для Джерекса, судя по всему. Судя по всему, да. И это будет какой-то герой с Бестмастером. Какой-нибудь будет персонаж, который с ним будет стоять на линии против Ликантропа и Оракла, и как-то пытаться этого Ликантропа подзонить. Побить. Идеальный герой — это Винтер Виверна. Пик ОГ. Против Ликантроп — это уже очень хороший выбор. Ну и плюс они еще будут видеть, что там по боку ласт пиком возьмет. Ласт пикнет он мидера. Мне кажется, что это может быть какой-нибудь Пугна. Пугна вроде как тоже пушить умеет неплохо. И с Ликантропом хорошо сочетается. Но ОГ боятся Дрэгон Найта. Дрэгон Найт — это выбор такой действительно для команды, у которой нет ласт пика, при условии, что там забанен Тимбер какой-то, да, вот такие вот. Такой Хускар какой-то тоже может быть забанен. Ты берешь ДК, ты уверен, что тебя этими героями не закроют. Но там есть Манки Кинг. Да, он хорошо стоит у ДК. Да, поначалу. Поначалу он очень хорошо стоит. А потом, когда у ДК появляется шестой уровень, вот тут начинаются проблемы. И в принципе Манки Кинг, он выгнать ДК... Ну ладно, я видел слишком мало матчапов. Я сужу просто всего лишь по одной игре. Это было в противостоянии, кажется, Сикрет ЕГЭ. В рамках Чудсин Мейджора там был как раз вот мидер ДК против мидера Манки Кинга. И поначалу ДК было действительно плохо. Он там проигрывал по ластхиту, проигрывал, там постоянно себе какие-то расходники таскал, потому что МК стагает пассивку, даете там 2-3 удара, палка еще сверху, и ты от клипов отходишь. Тебе надо какие-то хотя бы танки принести. Да, пассивку тебе регенят. Твоя броня дракония. Дракония кровь, точнее, да, на Драгонблат, по-моему, называется. Но этого все равно недостаточно. Ты какое-то время стоишь далеко от крипов и не можешь нормально качаться. Но зато потом, когда у тебя появляется шестой уровень с формой, ты сам этого ДК зонишь. И если... ДК, МК. И если МК при этом куда-то там стрейфится делать фраги, ты можешь ему просто вышку сломать. Поэтому ДК, в принципе, это не самый плохой выбор против Манки Кинга. То есть это, наверное, осознанный бан от Нотейла. Но есть еще. Нет, просто нечаянно попали, так получилось. Ну что, ждем последнего бана от Астера. Вот сильно они призадумались. Уже тысячи лет у них идет дополнительное время. И надо что-то решать. Много вариантов OG. Напоследок оставили они себе саппорта. И... Ну, думают, что Бестмастер может быть четверкой. Думают то, что Манки Кинга может быть четверкой. Четверка Манки Кинга-то уже давненько последний раз была, мне кажется, очень. Да, это во-первых. А во-вторых, когда у тебя в команде Топсон играет, сделать Манки Кинга четверкой, по-моему, это просто неправильно. Это просто грешно. Вот. То есть тут все сигна... LTV — сигнатурка Эмбер Спирит. Топсон — сигнатурка Манки Кинга. Сеп — сигнатурка Бестмастера. Почему? Как бы тролль тут банит. Тролль, в принципе, неплох. Правда. Если тролль пойдет играть против Лекантропа на линию, или там, может быть, какого-то... Сейчас Астер и Мидера ластпикнут, и тролль это тоже может теоретически хорошо зайти, но, на мой взгляд, OG не будут играть пиролем. Просто вот... Просто исходя из простой логики тех персонажей, которых они уже набрали, и той логики, почему они на этих героях постоянно играют. И тут ластпик у нас Death Prophet — тоже герой, который дополняет пик Астер. Это мог быть Пугна, это, в общем-то, могла бы быть и Death Prophet, но Астер решили то, что для Муша лучше пускай на Death Prophet играет, чем на Пугне. Для него это тоже, кстати говоря, герой сигнатурный. В золотые времена Муша играл на Death Prophet много и часто. Ну и теперь OG. Какого героя они предпочтут? На мой взгляд, по-прежнему на позицию 4. Но, может быть, Бобоко что-то знает и правильно сделал, что тролль за войну. Пока действительно суперуверена, что никому, кроме Себастьяна, без мастера не будут отдавать. Про Манки Кинга четверку я бы не рассматривала вариант. Ну, может, тут, конечно, какой-то очень уж какой-то хитрый Мангеймс, но есть ли в этом смысл? То есть OG в прошлый раз пикнули так, как им комфортно, вне зависимости от пика противника. И сыграли отлично. И что им мешает сделать это еще один раз? Тем более, что преимущество на одну карту уже есть за ними, то есть прииграть не страшно. И это действительно четверка, да. То есть, ну, с другой стороны, банить, ну, что они забанили этого тролля, что они не забанили. Это, в принципе, мало бы что решило. Логично было бы забанить Виверну, потому что Виверна контрит Ликантропа. Вот, но они бы не угадали с баном Виверны, как видишь. То есть Джеракс будет играть на Фениксе, и этот персонаж действительно хороший. На мой взгляд, OG взяли прекрасных, хороших, полезных персонажей. Ауты какие у Астер? Во-первых, не уверен насчет того, насколько хорошо Death Profit может простоять против Monkey King. Может быть, хорошо простоять, а может быть, плохо. Думаю, что Тобсон выиграет свою линию. Ну, или максимум стоит на равном. Ибо у него есть миссчиф. Да, ибо у него есть миссчиф. Миссчиф позволяет доджить Crypt Swarm, которым Death Profit иногда спамит на линии. Нет, очень удобно. Вот, потом на сложной линии Бэтрайдер. На сложной линии Бэтрайдер против Эмберспирита, по идее, Бэтрайдер там может доминировать. Здесь нет героев, которые ему мешают. Ну, а Ликантроп на легкой, ну, тоже что-то на фарме. То есть, ну, мне кажется, что Лайна все равно OG отстает чуть лучше, за счет, опять-таки, мида. Но у Астер есть варианты, как эту игру победить можно. Death Profit может в любом случае против Манки Кинга стоять на почтительном расстоянии, там, добивать где-то там издалека к Респорумам. Опять же, тут, я думаю, попадет по Манки Кингу или нет, не так уж и важно. Самое главное, крипов добивать, не терять слишком много от Денаев Топсона и держаться. Проблема есть небольшая с яйцом у Феникса, у команды Астер. Потому что, если Ликантропа поймают в файте, там, неважно, в Финсгрип, в ультимейт Бейсмастера, его просто будет банально проблемно бить. У остальных скорости атаки может не хватить разбить его за то время, пока оно падает. Ну, если, конечно, все деревни не навалятся на него, тогда да. Но тут потихоньку катка стартует, очень потихоньку. Уже успели всех подобрать персонажей под себя. Ну и теперь смотрим, вторая карта противостояния Best of 3. Астеры в шаге от вылета. Ну и посмотрим, получится ли у них камбэкнуть с этим пиком. Они также взяли очень удобно под себя, но как это будет смотреться против пика команды OG мы увидим. Вот сейчас. Непонятно, готовились ли Астер вообще к этой игре? Потому что, ну, они не банят Манки Кинга от сигнатурку Тобсона. Они вроде на предыдущей карте забанили, но на этом не забанили. Ну там они тоже в конце забанили где-то. То есть там в предпоследней стадии банов, насколько я понимаю. Ну или в конце, или в середине. Нет, это четвертый или пятый бан был. И при этом, и при этом, они сами пикают вот, ну, просто героев, которыми они привыкли играть. Складывается ощущение, как будто вот они пришли на этот матч с идеей о том, что их драфты вполне работают против того, что пикают OG периодически. И они не готовы там отказываться от каких-то своих персонажей. Пикают все то, чем они играли и раньше, ничем не удивляют, ничем не готовы там перекрывать как-то вражеских героев, которых OG так рано, да, и нагло показывают. Просто беру Ember Spirit второй пик, ну и что ты сделаешь? Ну и что? Вот, Ember Spirit второй пик, давай, с контри. А на самом деле, контри-то много к нему. Вот, и Астры не взяли ни одного героя для того, чтобы это в Ember Spirit и закончить. Так, и в боте у нас пока образуется такая легкая трипл-линия с бэтрайдером. Ну и как-то, да, на начало только для того, чтобы руну отнять. Вряд ли оставят они соло Ликантропа стоять. Слишком большая на него ставка, он здесь единственный лейт-персонаж, если, конечно, вообще ставка на драки будет делаться у Астр. Ну или просто там он будет бегать и пушить. И, кстати, Ликантроп, он, я помню момент, когда Ликантроп был очень популярен. Вот как раз тогда Вич Гейминг зажигали в прошлом сезоне. Это как раз тоже времена. Да, когда еще и Сталкер был, и там Ночь постоянно была, и, соответственно, у него был Хауль очень хороший. Мне кажется, это немного другая мета, но, в принципе, да, тогда Ликантроп тоже был популярен. Вот где-то год назад Лика набрали очень часто. Тогда из Китая доминировали LGD в середине сезона. И, если я не ошибаюсь, Вич Гейминг тоже очень хорошо играли. Как раз Virtus.pro с ними играли в финале то ли ESL, то ли какого-то другого турнира. Уже сложно вспомнить, это давно было. И Ликантроп против Бэтрайдера мог бы хорошо представить. Ну, в общем, ладно, мне не вырвались. Я просто подумал, что Ликантроп по разной стороне с Бэтрайдером играет. Забудьте, друзья, да. Я пытался, я пытался, но я сдаюсь. Мне слишком лень в пятницу исправлять свои оговорки. Бестмастер. Бестмастер стоит в топе, пока чувствует себя уверенно. Ну, ладно, продолжим мысль. Ликантроп против Бэтрайдера мог бы нормально остаться. Так уж и быть. Окей. Ох. Но пока Феникс качает второй спелл на первом уровне, покидал по Сайлору. Сайлор из-за этого первую пачку крипов практически полностью пропустил. И Джеракс, опа, пытается Фенрир по нему прописать. Не очень хорошо получается. Но рука уже неплохо заряженная, поэтому хоть медленно, но тычка дается. Ну-ка еще прописать. Вот еле-еле замахивается. Пытается, конечно, дать. Ждал, пока закончится дебаф, чтобы после этого тычку дать последнюю. Но все равно Феникс уже отошел, еле живой под тавером Бэйн остается. Придется ему на базу как-то аккуратненько отходить. Он этим занимается, пытается не на линии оказаться, чтобы внезапно. Ага, разворачивается. Да, обратите внимание, что Бобок на Оракли стоит на сложной линии вместе с Бэтрайдером. Делается это для того, чтобы Эмбер Спириту диспелить Флэймгард. Но ЛТВ предусмотрительно Флэймгард не качает. Ибо какой смысл его качать, если он тут же диспелится? Регенерация. Муши тут же ее сбивают. Но это, кстати, хорошо было у него. Проблемы были и с монополом, и с ХП. Ну а пока что? Продолжение опять какого-то очень пассивного начала. Все как в прошлый раз. ЛТВ терпит. Стики есть. Но все равно ХП у него прилично снимают постоянно. Но Тейл все-таки перетерпел свое положение. И регенится просто за счет своего собственного регена. Не захотел уходить и терять лишнее преимущество по ХП. Ну и все равно получает по голове. Слишком мало ХП остается. Опасно там. Я думаю, на втором уровне вкачается Перефан Флэймс, и будут уже проблемы. Странно то, что Бобоко до сих пор уровня 1. Он сейчас пытается убить Нутейлу. У Нутейла есть Брэйнсап. Сюда подходит ЛТВ. Фисты чейны через 2 секунды. Но это должен быть Ферзблат. Просто фистами, без чейнов, не стал тратить лишнюю ману и забирает. Правда, Нутейлу достается первая кровь, но все равно неплохо. ХХС задержали, не дадут Нутейла забрать. Нутейл пытается убить сап-крипов. Брэйнсап есть, а он еще и живет. И продолжает жить, пытается продержаться, но ХХС все-таки забирает фраг. Ну, наверное, мог бы бежать дальше. Хотя Стики Напалма, скорее всего, бы не убежал далеко. Ну, там немного в другом дело было. Он не стал чейнить, потому что крипов было очень много. Такая непричиненная я сейчас про тот фраг, который делали. Ну, ладно. Я про то, когда Оракла убивали. Там, ну, слишком рискованно было. Ты мог чинить, да, действительно, буману потратил. И при этом вероятность того, что ты попадешь, она не такая высокая. И поэтому ЛТВ решил просто даже не пытаться. Так бы он мог просто ФБ забрать. Так-то ФБ забрал у нас Нутейл, правильно? Да, ФБ забрал Нутейл. А так бы мог ЛТВ. Это было бы как бы намного лучше. Но по определенным причинам он этого не сделал. Ну, Нутейлу тоже пригодится. Он закупился вардами. Сейчас делает отвод. И Бобока, скорее всего, попытается этому мешать. Смотри, что на миде происходит. Душилова, да? Душилова, да. Пятый против четвертого. Сейчас палочка через 3 секунды. А можно даже без палочки. Ну, все. Отлично. Бобок сюда подходит. Вот еще корм пришел. Правда, пробить его уже, скорее всего, не будет пытаться. Тем более, он находится на лоу-граунде. До него еще добраться надо. И просто довольствуется фрагом на муш и отходит назад. X-XS тоже потерял время. Потерял XP, пока отошел с линии. То же самое касается Бобоки. И все это время стоял в соло Эмбер против крипов. И, соответственно, получает лишнее преимущество. Ему никто не мешает. Так, давай, наверное, посмотрим, что они по золоту из разницы успели из этого взять. И так-то золото все-таки немного потерял здесь Эмбер Спирит. Ну да, дает о себе знать то, что первую кровь ему не дали взять. Но я думаю, что сейчас должен реабилитироваться. Тем более, что дела у Аликантропа на другой линии немногим лучше. Тут кабаны мешают. То, что ему не мешают, ну, то есть его не выгоняют с линии. То есть он стоит, как-то качается. Регенчик там происпользовал свой весь. И у него там 500 золота есть. Сейчас купит себе маску. Стики заряжены. Если что, прожмет, ману получит. Грейдит стики. Может сейчас еще и какую-то танго себе притащит на всякий случай. У Манки Кинга слишком много на центре. Муши в очередной раз проигрывает мид. Ну, правда, здесь ему сложно было выиграть мид. Потому что я уже говорил, что МК... Да, Финрир умрет. Должен, по идее, умирать. А МК сильнее, чем ДП. Это... Точно. Это точно. МК должен быть сильнее. Точно? Это твое окончательное решение. Да, тем более это Топсон на МК. Ты в этом уверен? Точно Топсон, да? Ну, он убил его в соло. Вот тут очень грамотно сыграл Бобока. Хорошо задиспелил сейчас Джингу Мастери. Подходит на Тейлмит. Не бросает своего центрального игрока. Бобока умирает. Хороший, да? Да, опять Джингу Мастери настаклась. Поэтому он смог немного отрегениться. Тем более там еще и помогли немного Оракулу. Ну, и Муш остается в живых. Но саппорт погибает. Ну, хотя бы его оставляют. Но все равно очень большая разница по экспе уже. До сих пор нету шестого у Муши. Но при этом есть уже седьмой Топсона. И самое ужасное, что шестой Дэс Профит не сильно поможет. Это первый уровень экзорцизма. Довольно бесполезный. Без какой-то помощи на линии. Так, Топсон. Накрыли его. Но теперь уже точно не отпустит хаста у Топсона. Слишком большая скорость при движении. И найдет даже преисподней Муши. И будет его забирать там. Еще один минус. Да, тяжко. Очень тяжко. 5-1 счет. 2 тысячи преимущества уже. И на пятой минуте 3 руны забрали. Так что просто со всех сторон душит. Ну, Сайлер там у него более-менее спокойно. Хотя бы не убивает. И на том спасибо. Но у него тоже нету еще шестого уровня. Шейпшифта. Поэтому сильный отпор дать он не сможет. Фендрир. Третий уровень у него. Опять его накрывают. Очень сильно поджигают. Слишком много урона. Еще и от кабанов прописывают. Это будет еще один минус. Теперь он достается Джераксу. Всем понемногу. Очень комфортно себя чувствует Олджи на второй карте. Все у них хорошо. Все три лайна фармят. У Бэтрайдера много. Но это Бэтрайдер. В конце концов. Это не какой-то там, я не знаю, Хаус Найт раскачанный с Мидасом. Который потом всю твою команду может увидеть. Если у тебя нет нормальной контры к нему. Это Бэтрайдер, который максимум там цепанет одного героя. Попытается его отвезти. Как-то надамажиться. То это не шибко страшно. Потому что Олджи есть чем поддержать. Можно Найтмар повесить. В ответку можно дать какой-то роур. Там арену скастовать. С Манки Кингом. Драться в такой позиции будет астром. Настало время X-XS. Привязали его. Очень много хп успели снять. Но приходит Муши и решает проблему. Которая X-XS возникла. Еще будет лосо, наверное, нажимать. Да, напоследок сделали это. Еще много стаков стики Напалма было. Поэтому забирает его очень быстро. Ошибся. Перенаглел. Ну, тут Муши так неожиданно загангал просто. ЛТВ. У него не было шестого уровня. Поэтому уйти он здесь не мог. Опять-таки, эта смерть мало что дает команде Астер. Это, да, конечно, хорошо. Это приятно. Но в целом на карте, на лайнинге, это почти ничего не меняет. Сейчас Эмберспирит придет на линию. Продолжит фармить. Манки Кинг может обратно уйти в центр. И продолжать там убивать Дэс Профит при желании. Но пока Манки Кинг бегает за X-XS. Он купил себе медальку. Топсон. Дальше может быть либо Мидас, либо Сабля. Посмотрим, как он захочет играть. Немного опасно против Ликантропа с Дэс Профит Мидас покупать. Потому что можно просто безвыше кастаться тут же. Но Манки Кинги в последнее время очень любят Мидасы. У них хорошие таланты на 15-25 уровнях. Да не хочется поскорее добраться. Поэтому Мидасы и приобретаются. Ну, возможно, все-таки это будет сразу Сабля. Такой более боевой вариант, чтобы задушить Ликантропа и не дать ему ничего. Хотя, вот, кстати, что будет Ликантроп делать? Есть Доминатор. Обычно после этого идут в Некрачи. А будут ли тут Некрачи? Вообще нет смысла от них отказываться. Скорее всего будут. Но с Некрачами тут легко бороться. Ребята Музоу Джи. У них есть Манки Кинги, которые Арен или Кони Крачи убивают. И Эмбер Спирит. Финрир топает. Как-то пытается продлить себе жизнь. Но это ненадолго. Оттягивает неизбежное. Потому что это уже мега килл для Топсона. Так-то он остается пока. В беспроигрышном положении. В миде экзорцизм. И тут Топсон приходит с наряженной палкой. Три ремнанта и минус Сайлор. Да, прощай кэри команды. Муши также здесь пытаются немного подбить. Очень много ЛТВ дэмэджа получает от духов. Пытается отойти отсюда. У него получается. Но все-таки ответ какой-то дал Муши. Но забрать никого и не вышло. Тавер в том числе стоит. По-прежнему остается не так много ХП. При следующем заходе, скорее всего, будут забирать. Но это потерянный кэри. Опять. У которого и так с фармом дела шли не очень хорошо. Хотя вот если посмотреть на ЛТВ, то все точно так же. Каждая такая потерянная макро-ситуация. В боте там XXS сейчас сжигает Нотейла. Рор. Хотят сейчас, видимо, убить XXS в ответ. Прыгает Топсон. Дает удар. Полко. И тут подрубается руна невидимости. Но не успел далеко от вышки отойти XXS. Поэтому его забрали. С медалькой не поспоришь. Да. Каждая такая проигранная макро-ситуация, которую вот Астер сейчас слили в центре. Когда ты выходишь с лекантропом, с доминатором, с экзорцизмом и при этом не пушишь, ну, как бы не доламываешь вышку и при этом еще керри теряешь. Она настолько сильно бьет по темпу, что вот еще буквально пара таких ошибок и камбэкнуть будет, ну, прям чрезвычайно трудно. Очень трудно будет камбэкнуть. ЛТВ подбирает Аркейн руну. Собираться будет через молнии. Ну, обычные магические. Стандарт для Эмберспиритов. Нашего времени. Игра через молнии. Беста. Рор потрачен. Тоже в планах не крочи. Ну, тоже вот абсолютно обычной сборки. Ничем никто не выделяется. А, кстати, Манки Кинг решил пойти через Дизоль. Дальше минус армор. Больше минус армора. Богу минус армора. Но это поможет также еще и в пуша, чтобы как-то спорить с тем, что делают в этом отношении Астер. Приятная особенность сабли — то, что она замедляет, а лекантроп в шип-шифте, он как бы не замедляется. Поэтому, может быть, Дизолятор, он и правда интересен. Тут и так контроля хватает. Да. То без замедления. Двойная тычка тоже много не даст. А так с трех тычек любого сносят. Икс-эксесса забирают через Финсгрип и ультимейт Топсона. И на этом поговорили еще с одним персонажем — Астер. Он просто перемещается с линии на линии и делает фраги. Тут же делает телепорт на топа, готов здесь подловить загулявшего Бубоку. Хотя трудно сказать, что он загулял, но подлоит и его. Есть Рут, откидывается, сможет ли он еще что-то сделать. У него маны просто нету, 5 стиков. В общем, да, он решил все прожать и все-таки откинуться ультимейтом. И это пока что его подсевит. Сайлору успел сюда подойти. Есть сетка от тролля, которую он с собой подогнал. И это будет минус Топсона. Отличная работа. Да, Бубоку погибает, но они сделали гораздо более ценный размен. 700 золота. Но правда, это достается Бубоке, а не Сайлору. Бубоку, кстати, мог бы еще и выжить в этой ситуации, если бы скинул правильно Фортонзенд. Он не сдиспелил Манки Кингу Джингу Мастери, он дал ему настакать и тот ему много урона вписал. Да, вот если бы он все правильно сделал, может быть бы он еще и выжил. Тогда было прям совсем все круто. В другой части карты, помимо Оракла, погибает еще Элдер Титан. Там OG стараются отвечать на вражескую агрессию. Ну, Титан здесь уже очень сильно этой игрой обижен. У него 0-4 счет. Где бы он ни оказался, его начинают незамедлительно прессовать. Ну вот и просто безостановочный дайв от Манки Кинга. Сейчас он, конечно, обжегся. Возможно, остановится, дофармит себе Дезолятор. Возможно, его как раз на противниках будет продолжать фармить. Он пока уверенно идет на мид. Т1 вышка там еще стоит, поэтому есть смысл на нее выйти и забрать в паре с кем-то. Он пока все-таки фармит. Просто фармит. Так, у Биста тоже некрачи появляются потихоньку. И Феникс ничем особенным тоже не удивляет. У него есть ультимативная способность, которая пока еще в действии не показывалась. Он очень долго получал шестой уровень. Нападает на Тобсона в центре. Тобсона пытается уйти. Грамотно использует мисс Чиф и выживает. Да, получилось задоджить сворм. И, ну, сохранился хп. Не знаю, добил бы это его или нет, но однозначно он сильно бы пострадал. Ну смотри, у него 150 здоровья осталось. Криптсворм как бы бьет на три сотни. Не, по-моему, у него кто-то не был побольше. Ну, там ему что-то еще поднабило. Не буду уверенно говорить. Да, но все равно это следовало бы сделать, потому что риск умереть был. Так, используют скан. Да, Эр. На этом скане никто из игроков ОГ не палится. Сами сейчас Астр выходит. Блинк у Бэтрайдера есть. Это такой, знаешь, Бэтрайдер здорового человека, который Блинк рашит, чтобы цеплять героев. Сплиттер отлично получился, но заявидел все это дело ЛТВ благодаря своей второй способности. Откидываются по нему. Он, правда, под хостой, его особо не догонишь. Но сюда еще и Селлер подгоняет на своем ультимативном способности. Отходит назад, понимая, что здесь его могут подцепить через Финсгрип. Отходит назад. Финдрир. Хорошая палка по двоим. Есть еще яйцо. Очень сильно побоко пробивает. Он просто не успевает ничего сделать. Иксексес успел отойтись под ренджи действия яйца. И он выживает. Погибает пока что один только саппорт. Вот еще Финдрира тоже, скорее всего, можно будет зацепить. И Тобсон его догонит, по идее. Да, тут еще немного прошлись фистами. И остается последний удар. Кто его будет делать? Я думаю, что Тобсон. Даже просто оставили Джераксу. Смотрели на его смерть. И заберут еще несчастного крипа, которого здесь бросил Викантроп. Плюс 200 для Мутейла. За крипа. С Доминатора тут же выходит в Рош Питалджи. Вроде бы там есть экзорцизм. Вроде бы сами потратили ульт Манки Кинга, ульт Феникса. Но они понимают, что они просто сильнее в данный момент на карте. Взлетает ХХС на Firefly. Видит сейчас, что происходит в Рош Пите. Наливает туда немножечко масла. Но он здесь один. Он здесь один. И помешать сопернику забрать Рошана он не в состоянии. Более того, отличная палка от Тобсона. Аегис подбирает Тобсон. Нападает на ХХС. ХХС умирает. Ну, видимо, был от него какой-то шанс. Ожидался, что он попытается украсть. Но вещи всегда рискованы. И он просто погибает. Что, Сайлор пока на нижней линии толкает немного крипов. Здесь стоит еще плюс-минус полная вышка. 2-3 ХП примерно у нее еще имеется. Поэтому рассчитывают пока что не на что. Еще и Нутейл делал сюда телепорт. Поэтому побаиваюсь немного Сайлор высовываться. Правда, тут Тобсон еще его нашел. Последний удар. Да, заряжает себе пассивку. Но дальше бежать за ним уже бессмысленно. Ну что, 4 тысячи преимущества на 15-й минуте. Не так, наверное, темпово идет эта игра, как прошлая. Но, с другой стороны, сколько там? 28 или 25 минут им понадобилось? 28, по-моему, чтобы можно закончить. Ровно 28. Ну, тут вполне вероятно, что будет то же самое. Потому что пока очень серьезно. Улучши впереди. Манки Кингу нужно до себе. Так, в поте как раз у нас сейчас драка. Но у Манки Кинга есть Айгис. Ребята потратили все ресурсы для того, чтобы МК убить. Где же Дес Профитс? А, Дес Профитс экзорцизмом в центре. Ага. То есть тут сейчас Астер могут просто потерять героев. Но они все разбегаются. Ладно. Да, прежде чем делать телепорт, скорее всего, пришлось бы все равно отступить назад, чтобы хотя бы к Шрайну подойти. Все-таки Т2-вышки нету, поэтому далековато Муша бежать бы пришлось. Сайлер просто делает телепорт на топ и отпушивает здесь. Больше фарма пытается вынести для себя. И продолжает историю с некрачами. Слишком медленно у него предмет появляется, конечно. Маловато будет уже некрачей к этому моменту. Но что поделать. Некрачи умирают легко от ульты Манки Кинга, от прокаста Феникса, если он там спиритов раскидает. Да, фисты, чайны. Все это в совокупности. Некрачи убирают очень легко и совершенно спокойно. Так, Манки Кинга стоит ультимейт. Кастует для того, чтобы убить Бобоку. Бобока пытается себя подсевить. Ничего не выходит. Фраг за фрагом делает ОЛЖ. Счет 16-4. Экзорцизм пошел от Муша. Здесь подставляется Бэйн. Получает Сайланс. Финс Грипп у него появляется, но с кассить он его, скорее всего, не сможет. Да, он сгорит, скорее всего. И стоит прямо на фаерфлайе. Да, погибает. Это фраг для Муши. Ну, а здесь пока развлекаются. Сайлер под ультимейтом бегает. Много хп потерял. Один раз обжегся от фисты и решил отойти. Дабл дэмэдж все-таки у ЛТВ. Слишком опасно с ним сейчас спорить. Муши очень замедленный. Бежит отсюда. Да, все-таки его просто не отпускает кабаны. Но в любом случае у него был бы там юл. В случае чего он его так и не использовал. Это не понадобилось. Есть один фраг со стороны команды. Астр никого не потеряли. Ну что ж, плюс какой он есть. Маленький, зато свой. Маленький плюс, да. Имеется во всем этом. Потеряли экзорцизм, но собрали бейна. Наверное, все-таки это больше минус. Но учитывая то, насколько астры редко делают фраги. Так это хоть какая-то. Хоть какие-то деньги, хоть какая-то экспа. Дезолятор появляется у МК. 12 уровень ультимейт. Уже в двоечку. Больше армора, меньше кулдаун. Прекрасно. Топсон чувствует себя. Красавцы. На карте 9-1-4 у него статистика. В миде продолжает атаку OG, потому что там нет экзорцизма. Нападает на Муши. Муши получает финсгрип. А ультимейта у... Нет, ультимейта урклейс. Он просто его экономит. Не жмет сразу. Просто деможи даже не стали по нему вдавать. Муши отъедается. ЛТВ минус половина хп. Есть яйцо от Феникса. Ставит его. X-XS очень сильно горит. Муша отсюда отходит. У него хорошая скорость передвижения. Себастьян продолжает давить. Бубоку забирает. X-XS тоже цапнули. Он отходит на заточе на лоу хп. Муши, видимо, тоже здесь законтролят. Это минус один. Ну и Фенрир откидывается ультимейтом. Это не к нему. Он помогает сделать для его команды. Но два байбека уже последовало от Астер. И дальше... Дальше не будут давить, скорее всего. Развели на байбеке. Этого достаточно. Они выбили более чем достаточной экономики своего противника. Печально то, что Астерам ответить нечем. Вот там Ликантроп кастует ультимейт. Сожрет ли он вообще хоть кого-то? Походу, никого он тут не сожрет. Тут сейчас его могут сожрать просто. Вот Фисты, Чайны. Чайны не попадают по Ликану. Ликан бежит и горит. Муши кастует Сифона. Но тут Манки Кинг бегает по деревьям. Топоры его, кстати говоря, чуть не скидывают с этого дерева. Там они совсем рядом пролетели. X-XS убьют, похоже. Да, X-XS умирает. Тобсон бежит дальше. Почему ты Сайлара? Он решил на месте постоять, как только закончился шейп-шифт. И очень может от этого пострадать. Хотя он отходит на хайграунд. Муши тоже отходит. Ну и хорошо, в целом. Потеряли меньше, чем могли бы. Саппорта и третью позицию. Но не знаю, какая потеря для них уже не будет болезненной. 9000 преимущества. Это может быть заявка и на заход на Т3. Ну и, видимо, да. Хотя, просто отпускли хрипов. Хотя ты еще побольше преимущества получить. Все-таки это опасно. Прямо так вот лезть на хайграунд. Там появился экзорцизм бэтрайдер. Вот-вот заспавнится. Ультимейт у него тоже скоро появится. Шейп-шифт там через какое-то время также появится. Вот по идее, по идее, после второго Рошана. ООЖ совершенно спокойно эту игру закончил. Если темп игры не изменится. ООЖ появится еще чуть-чуть побольше артефактов. Второй Аегис. Сыр еще. И Астр просто не смогут им вообще ничего противопоставить. Но мы видим то, что ООЖ борзеет. И прямо сейчас тоже ломают Т2. Так агрессивно отгоняют своего соперника. Не боятся вступить в драку. С оппонентом. Все-таки, ну, у них численное превосходство. Здесь четыре против пятерых. Ну и все, теперь можно отойти. Топсон все-таки саблю доделывает. Чувствует нехватку вот этого замедления. В ультимейте он уже несколько раз свой ульт кастанул. Но нет вот этого, знаешь, привычного замедления. Когда обезьянка дает тычку. Замедляет, и ты уже там сам подбегаешь. Один, второй, третий удар. Палка. Пассивка заряжена. Еще один удар. Еще один. И все. Там почти любого героя можно шубить. Дизолятор это, конечно, все круто. Но какого-то замедления не хватает. Либо диффуз, либо сабли обязательно надо. Ой, какая крутая палка от Топсона. Ты видела? Далеко зашел. Еще и под финс грипп. Но Тейла тут же засайленсили. Спасли их с Эксесса. Но Тейл погибает. Ну и решили отойти. Крутая палка от Топсона не помогла немного этому положению. ЛТВ отходит назад. Отбегает отсюда. Его подцепили на лассо. Отлично. Теперь надо его зафокусить. Джеркс пытается его подхилить издалека. Пытается чем-нибудь помочь. Есть фисты. Он все-таки выбрался. И теперь отходит назад, пока он под сайленсом находится. С другой стороны по боку зацепили. Пытаются забрать. Очень мало хапоста. Если бы Топсон не скастовал палку, то вместо Бэйна погиб бы он. Потому что Бэтрайдер как раз влетал по его душу. И хотел его в лассо цепануть. И это был тот момент, который позволил бастерам этот тимфайт выиграть. Потому что без Манки Кинга урона у OG не так уж и много. На самом деле. А Манки Кинг в итоге кастанул ультимейт. Урон дал. ДП убили. Титана убили. Всех остальных прогнали. И в итоге падает сейчас линия. 21 с половиной минуты. У Астер нет мида. Уже не первый раз замечаю то, что Оракол очень жадничает с ультимейтом. Не дает его просто никуда. И таким образом в файте даже какого-то призрачного подсеева нету. Хотя по сути это могло бы там уже Муши продлить жизнь на несколько секунд. Ну да ладно. Забирают в сторону. Вторая тоже пошла. Изолятор работает безукоризненно. И дефать это как-то сейчас будет. И трудновато. Нету ни Ор Сплиттера. Нету ни ультимейта у Муши. Ну до Сплиттера еще хотя бы недалеко. Но всех остальных еще долговато ждать. Придется подхиливать Себастиана. Который поспать решил на работе. Ну и продолжает работу над Бараками. На топе уже Т2 вышка стоит. Там придется сложнее это все делать. Но скорее всего просто Ожи отойдут. Заберут Рошана. И после этого пойдут на третью. Да. Остается Милишный. Точнее прошу прощения. Милишный Барак снесли. Рынжевой остается. Нутейла. Опять его погрызли. Волк побежал за Нутейлом. И я думаю что некрачи с ним разберутся. Правда он сейчас опять горит. Синим пламенем. И придется ему самому спасаться. Очень много хп потерял. Его спасает ультимейт и Моракл. Погибает при этом Финрир. И видимо Себастьяна тоже не отпустит. Это размен 2 в 1. И погибает еще следом за этим Оракл. Ну хотя бы Волк спас. И хотя нет он не спас. Он погибает. ЛТВ делает трипл килл. И сейчас еще за Муша побежит. Боже мой. Как же много у него молнии прокает. Правда Мана не остается. Придется исключительно на дамаж с руки полагаться. Его подсейвить попытаются. Тобсон приходит. Действительно на Себе перестали фокусить. Он уходит назад от Эрсплитера подальше. И да. Спасается. А Тобсон разберется уже за него с Финриром. Финрир остается на последний удар. Тобсон подходит и забирает при этом X-XS. Это минус 4. И наверное можно в Т4 побить. Хотя очень лоу ХП ЛТВ. Надо бы ему подарить Генниса. Ну видишь игра закончилась раньше 28 минут в этот раз. Она еще не закончилась. А ты бы... Ну поверь мне она закончилась. Потому что сейчас падает Т4. Ликантропа нет 10 секунд. Да выкупается Батрайдер. Видимо сейчас будет попытка от ребят из Астрах хоть что-то изменить на этой карте. Кастуется Экзорцизм. Тут же Солнце. Солнце разбить пока что никто не пытается. Вот только Батрайдер пробует. Попадает в чайный бить он больше не может. Солнце взрывается. Куча дэмэджа по Батрайдеру. Куча дэмэджа по ДП. ДП умирает. Минус 4. И ГГ. И ГГ. Ну я могу сказать, что Астер не подготовились просто к игре. Я не уверен, что они реально отыграют настолько плохо. Просто они не подготовились. Реально. Вот вообще не готовы были. Никаких сигнатурок не банили. Дали Топсону играть на тех героях, на которых он играет. Пытаться законтрить Эмберспирит и не пытались. Взяли просто тех героев, которыми привыкли играть сами. Ну и закономерно, конечно же, просто проиграли. Да, но при этом у Астера все очень-очень тяжело шло в групповой стадии. Они были самыми первыми, наверное, претендентами на вылет. Только альянсы смогли их по количеству лузов в самом начале обогнать. И после этого Астеры как-то смогли выкарабкаться. Еле-еле с комплексти, дрались, конечно. Там все было не так-то просто, несмотря на счет 2-0 в групповой стадии. Но они были в шаге от провала уже там. И здесь довольно закономерно было то, что они проиграли. И вот в таком положении оказались. Правда, у OG тоже в групповой стадии не все шло. Но они подключились наконец-то к игре. Показали нам, в принципе, то, что они могут показать. Но ничего такого особенного от них не было. Просто брали то, что им нравится, и этим играли. По сути, обе игры. И дальше у них будет противостояние с Ninja in Pijamas. Это будет в 21.40 по Москве, если верить Ликвидпедии, сегодня. Так что там будет еще более, мне кажется, жаркий замес. У Nipo все шло как-то получше изначально. Просто под конец сдали. Проиграли в, ну, не тайбрейках, но в последних матчах. И попали все-таки в сетку узеров. И 33.8 в этот раз. Счет получился посимпатичнее для OG. Еще больше фрагов за еще меньшее время. Графики, я думаю, здесь даже смотреть особо смысла нет. Просто постоянная доминация набирающаяся. Ну, и статистика покажет нам, что батей в этой игре был LTV, который нанес 21 единицу. Тысячи деможей. Как-то криво сказал, ну да ладно. И что, на этом наша здесь вахта заканчивается. Другие вахтеры, не помню кто там, но они подойдут и сменят нас. И будет дальше игра. Вторая лозеров. Chaus Sports Club против Минески. Ну, а после третья игра также из сетки лозеров. Gambit и Secret будут играть завтра. Ну, да. В принципе, все ты правильно сказала. Мы, наверное, с нашими зрителями попрощаемся. И передадим эстафетную палочку другим комментаторам.